Моя первая Библия Все в Библии найдешь Раскроешь и тебя не оторвешь Этой книги правдивей нет И старый млад найдет ответ И льется на нас прямо с небес Великой истории Божественный свет Иисус Новин и Иерихонская битва Двенадцать израильских племен Были выведены из Египта Моисеем Бог обещал им собственный дом Землю под названием Ханаан Но когда они добрались туда Многие израильтяне испугались Ханаанской армии Они не верили, что Бог поможет им в битвах Они хотели вернуться назад в Египет Где они были рабами Бог решил, что поскольку они ему не верят Они не достойны войти в землю обетованную И он заставил их скитаться по пустыне сорок лет Сорок лет спустя Бог повел детей двенадцати племен назад К земле обетованной Но вместо радости Все израильтяне были полны грусти Их вождь Моисей умер И у них не было никого, кто мог бы повезти их к новому дому Мальчики, видите себя прилично Сегодня мы поминаем Моисея Иисус, который помогал Моисею все эти сорок лет Поминал великого вождя по-своему Пришла приободрить меня Что будет теперь с нашим народом, когда Моисей умер? Кто поведет нас к земле обетованной? А почему не ты сам, Иисус? Репа, ты говоришь Это я, Иисус Бог? Я выбрал тебя, Иисус, чтобы повезти сынов Израилевых к земле обетованной Нет, я не могу Ты помогал Моисею Но он был великим вождем А я обычный человек Просто слуга Не бойся, величие есть в любом человеке, имеющем веру, Иисус Господи, а где тобой обещанная земля? Посмотри на запад Что ты видишь? Пустыню и реку и Ордан А дальше холмы и зелень Это земля обетованная Веди свой народ, Иисус Я не могу увезти их Я боюсь Да, ты встретишься с многими опасностями Но будь сильным Помни, я никогда не оставлю тебя Иисус любил Бога И выполнял Его правила Поэтому Бог защищал Его Правила Бога, известные как десять заповедей Были записаны на каменных скрижалях Внутри священного ковчега Течение очень быстрое Переправа будет трудной Это просто глупо Иди за Иисусом Будто он Моисей Ты идешь, Арам? Пойдем попробуем Может здесь Иисус? Я проверю глубину Как думаешь, сможем переправиться? Ну, пошли Здесь не глубоко Кто вы? Уходите! Я Иисус, вождь сынов израильских Бог обещал нам эту землю Неужели? А я царь Иерихона И вы не можете сюда войти Мы защищены быстротечной рекой И самой крепкой стеной в мире Если вы переправите через реку Готовьтесь к сражению Наш Бог защитит нас Как он защищал нашего вождя Моисея Да, я слышал о Боге Который заставил отступить Красное море Но здесь Он не властен Держитесь подальше от Иерихона Иначе моя армия уничтожит вас Что нам делать, Иисус? Веровать и переправиться через реку Когда скажет Бог Ах так, Иисус? Давай расскажем другим О, мы не можем переправиться через реку Меня беспокоит царь Иерихона Он так же опасен, как воды этой реки Иисус! Да, Господи Не бойся царя Если ты веришь в меня Я тебя защищу Иисус верил в Бога Он выбрал двух мужчин Которые должны были тайком проникнуть в Иерихон И рассказать ему об армии царя Один Два Три солдата Этот третий совсем крошечный Будем считать его половинкой солдата Арам Мы шпионы Значит, мы должны вести себя тихо Тихо? Верно Шпион! О, царь Я всего лишь странствующий купец Лжец Ты чужак в Иерихоне И я говорю, что ты шпион Эй! Тсс! Он не может так поступить? Еще шпионы! Израильские шпионы! И это называется Вести себя тихо! Ловите их! Хватай шпионов! Ловите израильтян! Ловите, вон они! Не дайте им уйти! За ними! Они должны быть где-то здесь Проверьте эту улицу! Господи, помоги нам! Что нам делать? Эй! Сюда! Быстрее! Меня зовут Раф Я хочу помочь Сюда Вот сюда Быстрее Откройте дверь! Приказ царя! Прочь с дороги! Где израильские шпионы? Видели их? Они здесь были Но убежали в сторону Городских ворот Если поспешите Может быть догоните Царю не понравится Если вы их упустите Рааф Сказала Науму и Араму Что все тихо И они могут выходить Из своего укрытия Ты очень смело поступила Почему ты ради двух незнакомцев Рисковала жизнью? Все в Иерихуне знают Что на нашу землю Идут израильтяне Мы слышали Что ваш бог правит на небесах Он такой могущественный Что раскрыл для Моисея Красное море Теперь наши люди Боятся сражаться с вами Укройтесь в горах На три дня И вы спасены Храни тебя Господь, Рааф Ты очень добра Подождите Я была добра с вами Когда ваши люди Нападут на город Пощадите мою семью и меня Мы обещаем, Рааф Привяжи красную веревку К окну Это будет знак Чтобы в этом доме Никого не трогали Разведчики Иисуса Сделали, как сказала Рааф Укрылись в горах На три дня А спустя это время Они побежали назад в лагерь Это сказала нам Рааф Все в Иерихоне Боятся нас Мы можем нанести поражение Царю Иерихона Я не очень в это верю, Рааф У него много солдат Они все маленькие Возблагодарим Бога Он сделал то, что обещал Земля обетованная Наше На следующий день Двенадцать племен Отправились к Ханаану Но, как и говорил Бог Вхождение на их родину Было совсем нелегким Как нам переправиться Через реку Прошу, Господи Дай мне ответ Течение слишком быстрое Да, слишком быстрое Я боюсь Никогда Нет, нет Как мы переправим детей И животных Не бойтесь Бог указал мне путь Принесите ковчег завета Иисус приказал священникам Внести ковчег в реку И держать его там Израильтяне были в смятении Что задумал Иисус? Это опасно Иисус не знает, что делает Слушайте Могущество Бога И перед толпой Произошло чудо Священники держали ковчег А Бог удерживал воду Моисей также раскрыл Красное море Значит, это правда Бог должен быть с Иисусом Так же, как был с Моисеем Ура! 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 Вера израильтян В Иисуса росла Теперь они знали, что он идет По стопам Моисея Иисус Выбери двенадцать человек По одному из каждого племени Прикажи им взять двенадцать камней С середины реки Где стояли священники Положите эти камни там Где вы сегодня разобьете лагерь В будущем ваши дети спросят Что означают эти камни И вы ответите, что воды остановились Когда реку пересек ковчег Завета Эти камни будут напоминать Израильтянам об этом событии КОНЕЦ 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 Как-то вечером Иисус бродил у Иерихона. Я беспрекословно следовал приказам Бога. Я пытался быть хорошим вождем, но я не воин. Как я могу сражаться с тарем Иерихона и его армией? Иисус! Господи, как нам нанести поражение врагу? Вам не нужны мечи и доспехи, Иисус. Нужно только верить в Меня. Для того, чтобы победить армию царя Иерихона, вы должны сделать вот что. На следующий день рано утром Иисус выстроил израильтян в длинную линию. Помните, так приказал нам Бог, чтобы не было слышно ни слова, ни звука. Вначале шли семь священников, игравших на серебряных трубах. Потом несли ковчег завета. Потом вооруженные воины. Они один раз обошли вокруг великого города. Это не сражение. Ха-ха-ха-ха! Это парад! Похоже, мы победили! Ха-ха-ха! Мы будем атаковать город Иисус? Не будем. Завтра мы снова обойдем его. Как все это странно. И как сегодня все должно быть тихо. Никаких военных кличей, только звуки серебряных труб. Израильтяне еще раз обошли город. Так шесть дней подряд. И шесть дней ничего не происходило. Вы глупцы, израильтяне! И самый большой глупец, ваш вождь! Иисус! Ха-ха-ха-ха! На утро седьмого дня люди Иисуса заволновались. Иисус, ты не понимаешь, что делаешь? Нашим людям надоело маршировать по кругу. Нам в вожди нужен солдат. Да, давайте сражаться! Вы правы. Я не солдат. Но я верю в Бога. Он не подвел Моисея, не подведет и нас, если мы будем в него верить. Сегодня седьмой и последний день. Кто пойдет со мной? Я пойду! Мы все! Скажите всем, мы идем! И марш начался. Но вместо того, чтобы обойти вокруг города один раз, как они делали это шесть дней, Иисус сказал, что Бог велел сделать это семь раз. И на седьмой раз они сделали совершенно по-другому. Кричите! Кричите так, чтобы было слышно на небесах! Кричите! Потому что Бог отдал нам Иерихон! Сорок лет мы скитались по пескам пустыни. Надеюсь, что сможем найти землю обетованную. И теперь она здесь перед нами, за стенами крепости. Но она не станет нашей, пока не падут стены города. Разрушьте стены Иерихона, разрушьте стены, трубите ваши трубы. Их звук до основания сотрясет город. И мы увидим землю обетованную, когда падут стены. Мы верим в Бога, в то, что Он здесь с нами. Его могущество сильнее всех армий. Наши враги смеются, но скоро их царство падет. И тогда мы закричим, чтобы рухнули стены. Разрушьте стены Иерихона, разрушьте стены, трубите в свои трубы. Их звук до основания сотрясет город. И мы увидим землю обетованную, когда рухнут стены. Кричите громко, кричите зычно. Эти крепостные стены не задержат нас надолго. Бойте все как один, во славу Господа. Земля, которую нам обещали, лежит за этими стенами. Разрушьте стены, разрушьте стены Иерихона. Разрушьте их криком, трубите в трубы. Их звук сотрясет город до основания. И мы увидим землю обетованную, когда рухнут стены. И мы увидим землю обетованную, когда рухнут стены. С помощью своих голосов, нескольких труб и веры в Бога, израильтяне захватили Иерихона. Иисус, это люди, которые помогли нам. Рааф, ее мать и отец. Ты смелая женщина, Рааф. Бог охранял тебя и твою семью, благодаря твоей вере и помощи моему народу. Можно нам остаться с вами? Я буду только счастлив. Не трогай меня, израильтянин! Как ты смеешь так вести себя? Я же... я... я царь! Ты был царем. Когда я сказал, что Бог обещал нам эту землю, ты смеялся и называл меня глупцом. Ты кто теперь глупец? Ты не смеешь! Кто-нибудь видел Репу? Это тебе. Отлично. Друзья мои, время наших скитаний закончилось. Мы дома. После захвата Иерихона израильтяне продолжили свои походы для завоевания других земель. Время их скитаний закончилось, благодаря тому, что Иисус и израильтяне верили в Бога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова